В бывшей столице Казахстана, Алматы, которые торжественно открыли памятник турецкому государственному деятелю, основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Казалось бы, открыли и открыли. Казахстан в праве решать, кому открывать памятники, а кому нет. Кого вообще это должно заботить? Однако некоторые армянские паблики неоднозначно отнеслись к данному факту, словно открыли памятник в Армении. Честно говоря, меня это удивило. Спрашивается, вам-то какое дело? Начал разбираться и снова столкнулся с тем, что я называю дурным образованием. Эти самые паблики сетуют на то, что Мустафа Кемаль, дескать, учинил геноцид армян, греков, ассирийцев и так далее. И греки тоже некоторые в своих пабликах об этом пишут. Тоже из-за дурного образования. А почему? Да потому что, опять же, проблемы. Проблемы с саморазвитием, с проблемой с кругозором, в таком узком мышлении. Некоторые армянские горе-патриоты порой собственную историю не знают. Откуда же им знать историю соседних народов? Зато с обвисшими губами и со стряпанным умным лицом идут на контакты с врагом и пытаются с ними о чем-то спорить, имея в запасе 0,6 кругозора. А историю соседних народов нужно знать ровно так же, как и свою собственную, так как они пересекались на протяжении антогенеза. С одними несколько тысяч лет, с другими сотни лет, с третьими несколько десятков лет. Но, тем не менее, все они пересекались, все они соседи, независимо от продолжительности их жизни за нашей стеной. Скажу так. Итак, Мустафа Кемаль. Сразу начну с главного. Я, конечно, все понимаю, но закладывать в рассольную бочку все виды огурцов не стоит. Как и всех турок обвинять в геноциде армян. В 1914 году началась Первая мировая война. Она, разумеется, затронула и Османскую империю, которая стала больше хереть в размерах, а на ее фронтах разгоралось пламя до испепеления. Я напомню, османы были союзниками Германии и Австро-Венгрии. Оттого войну османам объявили Россия, Англия и Франция. Николай II так и вовсе тогда еще назвал Турцию больным человеком Европы. В принципе, она таковой до сих пор остается. В это время Турции правил триумвират партии Единения и Прогресса во главе с Энвер Пашой, Талаат Пашой и Джемалем Пашой. Ну, армянам уж точно этот триумвират поименно хорошо известен. Мустафа Кемаль хоть и был изначально в этой партии, но, внимание, в 1906 году он расстался с ними. Иначе говоря, когда уже в 1913 году триумвират стал триумвиратом, Мустафы Кемали среди них давно уже не было. Как настоящий солдат своей страны, Мустафа Кемаль воевал на фронтах. Например, в 1915 году, когда в Константинополе были арестованы и убита практически вся армянская интеллигенция, сливки нации, Мустафа Кемаль воевал на мысе Арыбруну с высоветившимися туда английскими и французскими войсками. Это было в апреле 1915 года. Именно 19-я дивизия Мустафы Кемаля нанесла поражение англо-французам и после этой победы Мустафа Кемаль был произведен в полковнике. Также в апреле этого же года он проявил себя во время высадки войск австралийского и новозеландского корпуса и иных британских частей на Галлипольском полуострове в ходе Дарданельской операции. Так что справедливости ради, надо сказать, в контексте геноцида армян Мустафа Кемаль не причастен. Во всяком случае его имя нигде не всплывает в качестве организатора, учредителя или исполнителя геноцида. Он воевал еще во многих фронтах. В Алеппо, Эдерне, Диарбе Кири, Эрзинджане. Правительство Триумвирата в 1919 году даже пыталось арестовать Мустафу Кемаля. Но глаз народа не допустил этого. У него уже были свои сторонники в это время. Так в чем же плохо перед армянами конкретно Мустафа Кемаль? Ровно в том, что он был противником на фронтах армян, греков, французов, англичан, русских, с которыми он воевал. Мустафа не признал Сербский договор, где остатки Османской империи распадаются еще больше на разные протектораты и государства, в том числе Армению Западную. Вот и отстаивал интересы своей страны. А с республикой Армении, которая была создана в 1919 году, Кемаль вообще пытался наладить отношения. Воевать он не хотел. Решил договориться мирно и дать даже автономию Западной Армении. Однако у армян был соблазн и надежда на восстановление государственности. Республика Армения была ориентирована на Запад. Западные страны уже начертили границы будущей Армении, восстанавливая справедливость. А русские обещали армянам уже Западной Армении свое покровительство. В итоге не случилось ни того, ни другого. А Мустафе Кемале удалось собрать по осколкам Турцию, включая в том числе Западную Армению. Кстати, интересно, что в те годы западные армяне были пророссийские, а восточные армяне прозападными. Иначе говоря, воевал ли Мустафа Кемаль с армянами? Воевал, да. Воевал на фронтах, как и подобает офицеру своей страны. Причастен ли Кемаль к геноциду армян? Нет, однозначно нет. Нет никаких фактов и доказательств, что он к этому причастен. Соответственно, Кемаль для армян был достойным врагом, но не кровожадным тираном. К тому же, когда он возглавил Турцию, став ее первым республиканским лидером, он сбросил оковы атовизма у осман. Перешел на европейский путь развития и пытался объединить все народы Турции. Кемаль не был религиозным. Благодаря Кемалю в Турции еще оставались армяне. Вы никогда не задумывались, что вроде геноцид был, а откуда в Турции столько армян и их потомков? Некоторые, да, уже, конечно, многие называются и зазаками, и оливитами, и турками, и курдами, у которых есть в предках генах армяне. Но есть-то еще и криптоармяне, а есть еще и не-криптоармяне. Но так после геноцида же они сохранились, не задумывались, как так получилось. Так вот, они благодаря Кемалю и сохранились. И храмы, школы и прочее. В Константинополе, в районе Усть-Кюдар, в Чишли, в Стамбуле. Все это сохранилось. Более того, Кемаль окружил себя армянами, так как считал их прогрессивными людьми, островками христианской Европы внутри страны. А разрушенные армянские храмы были в Западной Армении, на востоке Турции. То есть это делал уже не Кемаль. Его личным врачом до последнего, я имею ввиду Мустафы Кемали, оставался армянин Декран Даронян. Его европейские костюмы, сшиты личным портным хожаком Бугаяном. А Мустафа Кемаль знал толк в одежде и всегда был одет, как Дэнди своего времени. Обратите внимание на все его фотографии. Его фирменную роспись на латыни придумал Агоп Мартаян, которого называли Дилачар. Открыватель языка турецкого, имеется ввиду современного. Он же создатель современной турецкой латиницы. И он же выдвинул ему идею назваться, внимание, Ататюрком в виде фамилии. Обратите внимание, армяне носили фамилии, но у турок их еще не было. У того же Агопа Дилачара была уже фамилия своя Мартаян. Также Ататюрк обратился к армянским ученым при составлении различных словарей османского и новотурецкого языка и их аналоги на французский. Одним из таковых был прадед нынешнего турецкого лингвиста, автора единственного этимологического словаря Турции Нишаняна. И именно когда Ататюрк уже стал президентом в 1923 году, именно он обратился к армянину Эдгару Манасу, чтобы тот усовершенствовал гимн Турции из стеклян марша. Так что автором современного гимна Турции, под которым стоит по стойке смирно Ильхам Алиев, написан двумя композиторами, турком Османом Унгером и армянином Эдгаром Манасом. Так что Декран Даронян, Хажак Бугаян, Агоп Мартаян, Эдгар Манас, армяне, которые делали Турцию вместе с Ататюрком. И умер Ататюрк не где-нибудь, а во дворце Долмабахче, построенный армянской семьей архитекторов Балян. Вот и делайте выводы после этого моего краткого анализа об Ататюрке. Можно ли его назвать одним из организаторов геноцида армян? Я отвечаю еще раз, нет. Но то, что он воевал с армянами, да, ну скажем так, не с армянами, а с республикой Армении. А почему он это делал, я сказал выше. Потому что он патриот своей страны, а армяне были патриотами своей страны. Увидимся.